Хорошо. Ну, если говорить о вот этих нормативных попытках бороться с коррупцией и ужесточении наказания чиновников, которые там расхищают, растрачивают бездарно-бюджетные ресурсы, ну, в какой-то мере, конечно, это законодательство сыграет, эта норма законодательств сыграет свою роль, но она коррупцию не остановит. Просто воровать будут более осторожно, сегодня в открытую все растаскивают. Здесь надо бы не только вот за хищение ужесточать наказание, а вообще ввести норму, и в ряде стран это есть, что чиновник за те же преступления, которые совершает не чиновник, он получает в полтора-два раза больше срок, потому что он использует властные полномочия не в пользу отечества, не в пользу там общества, вот, а на свой личный карман. Одно дело, залез в банк, украл банк, украл банковские деньги преступник, вот, и он должен нести наказание. Но другое дело, когда ты влазишь в тот же банк, так сказать, со своего там министерского кресла, это здесь наказание должно быть. Вот, и повсеместно для всех чиновников. Тогда эта власть будет, ну, во-первых, исполнительной, она будет исполнять и волю народа в какой-то мере, и решение высшестоящего начальства, и выполнять будет законы. Вот, и во-вторых, конечно, эта власть будет приносить пользу не только себе, и, может быть, прежде всего, не себе, а пользу всему обществу, и, конечно, будет работать на укрепление государства.